Сергей Викторович, начнем, пожалуй, с Сирии, с решения Вашингтона сейчас бомбить правительственные объекты в случае, если будет нападение на те отряды Марок, так называемые. — Два года назад Россия предложила компромиссный вариант, и в Сирии сейчас нет химического оружия. Получается, что Обама и его администрация не держат слова, или они никакого слова не давали? — Вы знаете, я здесь не могу говорить о том, что частью договоренности по уничтожению химического оружия был отказ от позиции США по вопросам политических реформ в Сирии. — Они по-прежнему говорили, что они не могут этот режим считать легитимным и многое другое. И мы никогда никаких условий не ставили, потому что считали абсолютно необходимым и самоценным решить проблему одного из видов оружия массового уничтожения, в данном случае химического оружия в Сирии. — Эта проблема была успешно решена. И сотрудничество России, и США, и самой Сирии, между прочим, было весьма и весьма эффективным. Практически ежедневные встречи проходили в ГАГе, в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия. Результат достигнут. — Пытаются сейчас поднимать какие-то вопросы, которые могут быть истолкованы как неполное решение этой проблемы. Иногда возникают публикации о том, что что-то могло остаться в Сирии без незаявленного. — Это все проверяется, и здесь нужно избегать голословных каких-то обвинений, предъявлять имеющиеся факты, которые подтверждают эти опасения. Я гарантирую, что все эти факты будут перепроверяться, и у вас есть все основания считать, что сирийское правительство продолжит тесно сотрудничать. Что касается ситуации, которая сейчас возникла в контексте террористической угрозы, прежде всего, со стороны Исламского государства, Джамката Нусра и подобных им аффилированных с ними структур, то это, я считаю, тема, которая напрямую не касается сотрудничества по химическому оружию. Хотя, если бы на сегодняшний день, в момент, когда ИГИЛ захватывает огромные территории в Сирии, в Ираке и в других странах, ну, в частности, в Сирии, если бы к сегодняшнему дню химическое оружие в Сирии не было бы вывезено из страны и не было бы уничтожено, то мы все должны ясно представлять, насколько острее была бы угроза этой террористической структуры в случае попадания химического оружия в ее руки. Нет, мы обсуждали с Джоном Керри сегодня и обсуждали с Джоном Керри в Катаре вопросы, которые вытекают из инициативы президента Путина о необходимости структуровать единый консердированный фронт для борьбы с ИГИЛ. И, так же, как во всех других ситуациях, мы просто предлагаем очистить наши подходы, если уж мы все хотим не дать ИГИЛ возможности реализовать свою зловещую задумку создания халифата, то очистить наши подходы от каких-то двойных стандартов, от попыток конъюнктурно подходить к той или иной ситуации и делить террористов на плохих и хороших. Если, дескать, террористы выступают на стороне тех, кто хочет свергнуть какого-то диктатора, то можно закрыть на это глаза, пускай свою работу сделают, а потом будем с ними разбираться. Так не получится, все происходит ровно наоборот. Сверхи Саддама и Хусейна получили террористическую угрозу в Ираке, который там нет. Свергли Каддафи, те самые люди, которые помогали его свергать, которых Запад вооружал, они с этим оружием сейчас представляют прямую террористическую угрозу. Влились в ряды и ИГИЛ, и Джабхата-Нусры, и Бока-Харам, и многих других структур, которые сейчас наводят ужас и сеют смерть на просторах Северной Африки и Ближнего Востока. Поэтому наш подход заключался в чем? Есть ИГИЛ. Это абсолютно понятное образование с точки зрения их возможностей, тех территорий, которые они контролируют, линии фронта, если хотите. Против них выступают и сирийская армия, и армия Ирака, и курды в Ираке, в Сирию. И эта ИГИЛ, конечно же, не нужна и той части вооруженной сирийской оппозиции, которая представляет самих сирийцев, которые просто заинтересованы в том, чтобы обеспечить какие-то свои интересы в своей собственной стране. Так вот, надо всех их объединить в таком случае, если у нас общий враг. Пока же получается, что по-прежнему наши партнеры немножко подвержены искушению сыграть в эту игру использования вооруженных людей в интересах достижения политических целей. Объявлена была коалиция год назад во главе с американцами по борьбе с ИГИЛ в Ираке и в Сирии. Согласие иракского правительства получили, согласие и сирийского правительства не спрашивали. Хотя я уверен, что если бы был проявлен аналогичный подход к Дамаску, такое согласие было бы получено, что дало бы возможность рассмотреть эту проблему, эту инициативу в Сайте безопасности ООН, придать ей полную легитимность, обеспечить ее поддержку всем международным сообществам, когда не будет никаких двусмысленностей, кто кого бомбит, и по чьей просьбе, или вопреки к чьей-то позиции. Было бы полное уважение Устава ООН, международного права, всех тех принципов, которые и должны лечь в основу любых силовых действий в соответствии с Уставом ООН. И мы по-прежнему считаем, что эта задача не является неразрешимой, хотя у наших американских партнеров и у некоторых стран региона устойчивое неприятие Асада как партнера, что достаточно странно, потому что когда была химическая демилитаризация, с которой мы начали, он был признан партнером вполне легитимным. Сирийское правительство, упоминалось в резолюции в Сайте безопасности ООН, приветствовалось его решение подписать конвенцию о заключении химического оружия и дальнейшее сотрудничество по реализации программы химической демилитаризации. Так что здесь тоже двойной стандарт. Для целей ликвидации химического оружия он был вполне легитимным партнером, ваше раз, а вот для борьбы с терроризмом почему-то нет. Много наносного, много спекуляций. Даже пытаются представить дело таким образом, что Асад чуть ли не сотрудничает с ИГИЛ. Фактов нет. Здравый смысл подсказывает, что такого быть не может, потому что нельзя даже допустить мысли о том, что кто-то сотрудничает с организацией, целью которой является просто захват власти на огромных территориях, и только на Ближнем Востоке, и на севере Африки. Недавно где-то появилась карта, которую ИГИЛ себе нарисовала. Там от Испании до Пакистана эти просторы, включая, конечно же, и Мекку и Медину. Они, кстати, пообещали взорвать мусульманские святыни, поскольку они считают эти святыни отражением неправильного ислама. Это страшная структура. И в этом же ключе мы обсуждали инициативу Соединенных Штатов о том, что вот они будут, тех людей, которых они натренировали для противодействия ИГИЛ, они этих людей будут засылать в Сирию и будут защищать их с воздуха, если ИГИЛ будет пытаться их теснить. Но тут же они заявили, что если правительственные войска будут вступать с этими вооруженными отрядами, которых американцы подготовили в какие-то боестолкновения или препятствовать их деятельности, то и по правительственным войскам будут наноситься ударами. Я спросил, не проще ли договориться, сесть за стол и все это рассмотреть с участием и сирийской армии, и этих вооруженных отрядов, и курдских отрядов. Неплохо было бы и иракских курдов, и иракскую армию тоже привлечь, потому что ИГИЛ – это образование, которое охватывает все территории. Не готовы к этому американцы, к сожалению. Они нам говорят, что мы не будем атаковать позиции сирийских военных, если они не будут нападать на этих боевиков, которых американцы подготовили. Но, прямо говоря, ошибиться очень легко. Напомню, что на сирийской земле американцев нет, а вот в Афганистане они были и пользовались беспилотниками, пользовались данными разведки. Но масса случаев, когда вместо талибов, вместо Аль-Каиды бомбили свадьбы, бомбили автобусы с детьми, которые в школу или из школы ехали. А ошибиться в ситуации, когда в американцах нет такого присутствия на земле, как оно было в Афганистане, на моем, очень легко. И я откровенно предупредил моего коллегу, что какая-то ошибка роковая может взорвать ситуацию до такой степени, что потом уже никто ее контролировать не сможет. Но, повторю, инициатива нашего президента всех заинтересовала. Да, она предполагает формирование такой коалиции из тех людей, которые уже воюют на земле и которым неприемлемы гил. Вместо того, чтобы они друг с другом какие-то счеты сводили, надо сначала все-таки разобраться с общей угрозой, а потом договариваться о том, как жить в собственной стране. Более того, мы даже готовы, как сказал президент, параллельно с созданием такой вот коалиции, с поддержкой ее создания всеми внешними игроками, стимулировать тот самый политический процесс, который нужен для того, чтобы победа над терроризмом не сменилась гражданской войной, а привела к тому, что сирийцы уже знали бы о тех основах, на которые будут жить в своем собственном государстве. Такой двутрековый подход о формировании коалиции и продвижении политического процесса, который подкреплял бы такую коалицию, потому что в него должны в этот политический процесс быть вовлечены все сирийские силы, как политические, так и вооруженные отряды, которые сформированы патриотическими военными.